Беларусь и Китай. Отношения между государствами носят статус доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. За этой, казалось бы, непростой формулировкой особый уровень, который официально Пекин поддерживает лишь с немногими странами. И наша в их числе. Такой высокий статус подтвердили и сегодня в Пекине, где в эти дни с рабочим визитом находится Александр Лукашенко. Уже завтра белорусский лидер примет участие в мероприятиях форума «Пояс и путь». А сегодня у нашего президента состоялся настоящий переговорный марафон с высшим руководством Китая. Встреча главы Беларуси и председателя КНР в очередной раз стала подтверждением теплых и дружеских отношений и между политиками, и между государствами. Кстати, погода в Пекине в эти дни переменчивая. То солнце, то дождь. И тут тоже особый символизм. Сотрудничество стран нередко называют всепогодной дружбой. И ведь действительно, за эти годы у государств сложился высокий уровень взаимодействия. Это отметили оба лидера. А примером тесной кооперации в самых разных сферах служат и подписанные в эти дни документы и контракты. Впрочем, сегодняшняя встреча запомнится еще и очень символичными моментами, которые подчеркивают отношения политиков. Речь об обмене подарками. К этому вопросу лидеры подошли с душой. Впрочем, такие же открытые и плодотворные встречи у Александра Лукашенко состоялись и с заместителем председателя КНР Ван Тишанем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Все подробности этого большого переговорного дня в Пекине у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. В прошлый раз, встречаясь с Александром Лукашенко в Циндау, председатель КНР предложил ему чаще бывать в Китае. Дипломатическая вежливость отнюдь. Просто лидерам всегда есть о чем поговорить. В Китае белорусский президент прибыл уже в 12 раз. В эти дни в Пекин съезжаются первые лица со всего мира. В прессе так и пишут. Китай собирает друзей. Второй международный форум сотрудничества «Пояс и путь. Возможность обсудить развитие глобальной инициативы КНР по созданию транснациональных экономических коридоров». В медиа-центре, откуда мы будем следить за тем, что скажут политики, уже все готово. В последний год немало информационных поводов давал Пекин миру. Переизбрание Си Диньпина на должность председателя КНР, изменение конституции страны и еще больше новостей на тему торговой войны со штатами. Хотя в Поднебесной охотнее бы говорили о символичных датах для государства. В прошлом году отметили 40-летие политики реформы открытости. Например, Беларусь и Китай уж точно открываются. Нынешний визит Александра Лукашенко – возможность для Минска и Пекина. Накинуть взглядом сотрудничество. Казалось бы, проведение форума отнимает время, как и такое количество высоких гостей, но Беларусь среди приоритетов КНР. Дорогой друг, я искренне рад нашей встрече. Я ждал этой встречи и хочу пожелать вам успешного проведения второго форума «Пояс и путь». Благодаря вам этот формат стал полезным и крайне необходимой площадкой для регулярных встреч единомышленников. Также позволь лично поздравить тебя и весь китайский народ с юбилейными датами, отмечавшимся в прошлом году 40-летием политики реформы открытости и предстоящим в этом году 70-летием создания нового Китая. В этих политических и экономических успехах очевидна ваша роль как гаранта стабильности курса партии и развития КНР в современном и непредсказуемом мире, который меняется буквально в течение суток. В рамках инициативы «Пояс и путь» Китай подписал документы о сотрудничестве более чем сотней государств. Идея проста. Транспортные коридоры с нужной инфраструктурой по суши и по морю между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Торговый путь между Востоком и Западом, который усилит региональное сотрудничество и позволит снивелировать торговые барьеры. Возрождение шелкового пути. Ну а эксперты все больше говорят о переходе от геополитики к геоэкономике, завязанной на Китай. Беларусь поддержала идею и включилась в проект. Одной из первых. За прошедшие шесть лет с момента провозглашения инициативы «Пояс и путь» сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехом. Индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества. Мы готовы вместе с белорусской стороной воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках «Пояс и пути» для расширения и углубления двусторонних отношений на благо народа в Беларуси и Китае. Хочу отметить большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития. Экономика приложится, была бы политическая воля. Это уж точно про Минск и Пекин. Дружба лидеров и ее взаимопонимание цементируют двусторонние отношения. Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным, особенно видно, кто является настоящим другом. Как принято в Китае говорить, всепогодным другом. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны. Я очень высоко оценю результаты нашей совместной работы. В 2018 году оборот товаров и услуг между странами достиг почти 4,5 миллиарда долларов США. Буквально за год Китай изменил структуру своей экономики. Теперь он растет не за счет экспорта или производства, а за счет внутреннего потребления. Что это значит для нас? В первую очередь возможность для Беларуси зайти на этот рынок и двигаться дальше. И ведь на высшем уровне уже, можно сказать, подстелили соломку. Экспорт растет у нас темпами примерно в два раза выше, чем импорт. И сальдо постепенно сокращается. Я не буду говорить об услугах, потому что, понятно, здесь у нас в целом положительный баланс. И резервы, понятно, это туризм в рамках без визы, это вот эти соглашения наши по здравоохранению. Сейчас нам, естественно, нужно искать дополнительные резервы. Историческая цифра общей торговли, если считать и товары, и услуги, достигли впервые. В том числе и из-за постепенного снятия барьеров для белорусской продукции на китайском рынке. В прошлом году на поставках продуктов заработали 80 миллионов долларов. Но над тем, чтобы белорусского в Китае было еще больше, усиленно работают. Доступ на китайский рынок открыт уже для продукции пяти молочных заводов. Это результаты нынешних переговоров. А будут также поставлять кормовые добавки и рыбную продукцию. Открыто 54 молочных предприятия, два мясокомбината. Я вижу, что мы сегодня актуальны на этом рынке. Благодаря нашим президентам мы находим такое понимание. Возможность распробовать. Натуральная белорусская теперь есть у жителей 30-ти миллионного города Чунцин. Поезда проходят здесь прямо из Европы и удобно. И Ольга решила открыть здесь магазин наших товаров. Продают молоко, сыры, говядину, растительное масло, муку, шоколад. С охоты берут горький. Молочный слишком сладкий на китайский вкус. А вот березовому соку еще нужен грамотный маркетинг. Такой продукт вызывает удивление у жителей Поднебесной. Но, говорят, реклама и сарафанное радио сделают свое дело нужное время. Открылись мы не так давно, в прошлом году. И ставим перед собой амбициозную задачу сделать так, чтобы белорусская продукция вошла в массы. Чтобы среднестатистический китаец с утра выпивал стаканчик белорусского молока, закусывал белорусской печенюшкой и счастливый шел на работу. В планах развития сети магазинов белорусских продуктов питания по всему Китаю. Но пока львиная доля белорусского экспорта в КНР – это удобрение. Вот это финальный продукт смешивания разных видов. Его мы продаем фермерам. Как видите, здесь гранулы разного цвета, а вот красные как раз из Беларуси. Почти половина агросектора Китая – это фермеры. И каждый понимает, без качественной подпитки не жди хорошего урожая. Фермеры очень высоко ценят этот вид продукции в Китае. Китайские годы очень разные. Мы делаем персональные химические тесты земли, чтобы понимать, в каких пропорциях смешивать удобрения. У нас по всему Китаю более тысячи таких больших смешивающих точек. Мы оказываем услуги миллионам фермеров. Именно Китай – крупнейший в мире покупатель удобрения. Белорусская калийная компания осуществляет четверть всех поставок на китайский рынок. Рынок этот конкурентный, но и долгосрочный. Здесь важно налаживать работу с покупателями день за днем. Важно не только удержаться, но и нарастить объемы. Много новых проектов калийной индустрии сейчас вводятся в оборот в Канаде, в России, в различных регионах. Поэтому мы продолжаем активно развивать свое производство. В первую очередь, конечно же, это качество продукции и объемы. Накануне подписями правительство и бизнес уже скрепили пакет договоренностей. От соглашений в сфере медицины до укрепления таможенниками безопасности цепи поставок и содействия в упрощении законной торговли. Сегодня подписано соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Тут обмениваться разрешениями должны, соблюдая принцип недискриминации. Определились и с концепцией проведения регионального форума в Великом Камне. Он, по сути, станет продолжением нынешнего пекинского разговора. Определились и по приоритетным проектам технико-экономической помощи. Безвозмездно Китай выделил средства на строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске. Какими они будут, уже понятно по макетам. Пока задумка, когда осуществится, то эти комплексы станут настоящим подарком и, если хотите, символом дружбы стран. Форма красивая. Сразу видно, что это плянос. Ну а пока проекты еще в работе, лидеры обменялись личными презентами. Это не просто хороший тон в политике, а еще и знак особого расположения. Си День Пин подарил Александру Лукашенко искусственно сделанную вазу из синего и белого фарфора в лучших традициях Китая. Наш президент подарил книги, белорусские пословицы и поговорки, которые переведены на китайский язык, а также стихи китайских поэтов, которые теперь можно прочесть на белорусском. Глава государства часто вручает зарубежным лидерам и корзину с нашими продуктами, кстати, которые уже хорошо известны в Китае, и лично Си День Пину. Но вот принять в дар особую картину китайский лидер явно не ожидал. На полотне родные места тогда еще юного руководителя КНР, где закалялся его характер. Но подарок с душой растрогает любого. Я сразу узнал. Там есть колодец, печь. Я жил именно в этой пещере. Это важное место для меня. Да, и для нас тоже важное. Мы хотим посмотреть. Для меня закалка – очень хороший подарок. Переговорный день был бы неполным без встречи с заместителем председателя КНР. Ван Тишаня называют соратником Си День Пина, и он бывал в Беларуси в прошлом году, выбрав именно нашу страну для первого официального визита в должности. Но в большой политике не бывает случайностей. Тогда он так и сказал – великий камень будет определяющим в успешной реализации проекта «Пояс и путь». Я вспоминаю нашу встречу в Беларуси, и я очень рад, что благодаря нашему общему другу Си День Пину нам удалось познакомиться. Мы только что говорили по многим вопросам, и несмотря на то, что эта встреча больше протокольная, нам удалось не просто обознать главные направления нашего сотрудничества, но и подписать ряд межгосударственных документов. А всего за время моего визита, пусть даже на общую конференцию «Пояс и путь», мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений. Уже завтра в Пекине торжественно откроется форум международного сотрудничества «Пояс и путь». Представительство ожидается самое широкое. Участниками и гостями форума станут лидеры почти 40 стран. В эти дни в китайской столице особые меры безопасности на три дня практически полностью перекрыт весь центр. Не исключено, что лидеры воспользуются возможностью пообщаться на полях саммита, пройдут двусторонние встречи, и в этом смысле сохраняется некоторая интрига. А сегодня такой случай не упустили Александр Лукашенко и его коллега из Узбекистана Шавкат Мерзиёев. В сентябре прошлого года состоялся официальный визит главы Белорусского государства в эту страну. 150-миллионный товарооборот. Ну, разве это потолок для стран? В итоге тогда вышли на пакет договорённости, а позже утвердили дорожную карту. Нынешняя встреча политиков в Пекине, возможность сверить часы, обсудить, как движется работа и новые перспективные проекты. «Мы очень чётко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что мы выработаем дорожную карту, план наших действий. Мы это сделали. Я бы не сказал, что мы где-то отстаём. Критерий у нас товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20%. Конечно, это ещё по объёмам. Это не тот товарооборот, который мы можем. Мы можем. И я думаю, что выполняя нашу дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот. Я помню своё обещание, данное моему другу, о том, что у меня есть большой интерес. Производство, которое очень нужно Узбекистану, индустриальное производство, технологии перенести в Узбекистан. И сегодня я подумал, ну не только же большие империи могут помогать нам с вами, а много технологий хороших есть у государств, в средних, малых государствах. У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, народу очень похожему на белорусов. И поэтому вот у меня лично даже, я не говорю уже о своих коллегах, которые работают, такой азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошее предприятие, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. После вашего государственного визита дан очень мощный импульс нашим взаимоотношениям. Как вы правильно отметили, вот принятая дорожная карта, вы знаете, это полностью на моём личном контроле. Оба политика станут гостями на масштабном международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь». Александр Лукашенко представит предложение белорусской стороны по развитию этой масштабной идеи. То есть голос в Беларуси снова громко прозвучит на глобальной мировой площадке. Наталья Бреус, Ян Пашкевич, Николай Рузавин, Агентство теленовостей, Пекин, Китай.